Здравствуйте, друзья! В эфире канал Ньюрашворд и в рубрике «Лаборатория политического и военного анализа», сокращенно «Лаборатория пива». С вами Юрий Геминфар и Александр Глушенко. Вчера, как известно, был государственный праздник, День народного единства, но о том, что он означает, это не важно. Важно другое. Важно то, что это государственный праздник. И, по сути дела, вот, Саш, мы с тобой помним и советские времена, когда на государственные праздники в первую очередь говорили о самом государстве. Но если посмотреть заголовки СМИ, российских, я подчеркиваю, СМИ, то создается впечатление, что главное событие, которое сейчас обсуждается в Российской Федерации, это выборы в Соединенных Штатах. Саш, у меня вопрос. А вот так обсуждают, извини меня, холопы нового барина? Я прошу прощения, дорогие зрители, за грубость, но это так оно и есть. Старый барин помер, теперь будет новый барин, и холопы обсуждают только это. Они не обсуждают ни урожая, они не обсуждают ни своих жен, ничего. Они обсуждают нового барина. Вот у меня создается впечатление, что Россия — это колония США. Я ошибаюсь? Юр, ты понимаешь, ты как-то жестко высказался. Я сейчас небольшую такую преподнесу иронию или сарказм. Ты сказал, что старый барин помер. Старый барин мог просто продать свою усадьбу, вот и все. Продать? Да, 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 да. Нет, вот ничего не надо увязывать с прекращением жизнедеятельности. Ну, старый барин уступил или подарил, или продал усадьбу, или там свое поместье, или свою деревню. Взял, продал нового барину, вот и все. Дело в том, что... Нет, нет, нет. Ведет переговоры о продаже. В данном случае-то еще непонятно, Трамп будет барином или Байден будет барином. Так что ведутся переговоры. Это надо уточнять. Вот, скорее всего, да, 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 да. Именно вот обсуждение реперных точек вот этого договора о продаже, о переуступке собственности. Потому что получается, что характерно. Я, честно говоря, телевизор не смотрю и государственное радио не слушаю. Ну, я слушаю там одну-две радиостанции, которые мне ближе, да, допустим, там, не буду сейчас их рекламировать, но факт тот, что я включаю и слушаю. Там идет реальное обсуждение, ну, реальных государственных, общественных и политических, социальных проблем в нашем государстве. На всех государственных каналах речь идет исключительно, однозначно, безоговорочно, только о выборах в Соединенных Штатах. Хотя мы с тобой регулярно общаемся с нашими американскими коллегами, да, ну, с теми же журналистами. Я вот имею двух, трех прекрасных своих друзей, одноклассников, соучеников, одноклассников по институту, по училищу. Я совершенно ясно, четко могу с ними общаться хоть каждый день. Они говорят, да вы знаете, когда смотришь, слушаешь ваши российские телеканалы, российские радиопередачи, такое ощущение, что в России других проблем нет. Только кто будет президентом Соединенных Штатов. Самое интересное, самая прикольная, политическая система Соединенных Штатов существует настолько объективно, то есть в соответствии с окружающими ее законами общественного развития, то есть там один волонтарист типа Трампа или, допустим, Байдена, да, или какого-нибудь Хрущева или какого-нибудь Брежнева, создать, например, ситуацию, выходящую из-под общественного контроля того же парламента, да, того же Сената, да, не может это государство выйти из-под общественного контроля, не может. Что бы ни изобретал любой президент, которого изберут, он может что-то наизобретать на свои 8-12 процентов. Все остальное за него сделает парламент. Так и правильно. Ну, Саш, ну это же позорище. Это же реальное позорище. То есть вот с одной стороны нам несутся с экранов телевизоров из каждого утюга 24 часа в сутки, 7 дней в неделю какие-то вопли о величии, о ракетах, летящих по непредсказуемым траекториям и так далее и тому подобное. А в это время вот центральные телеканалы, сервильные пропагандисты, они целые передачи этому посвящают, они обсуждают. А что там тот будет делать, а что этот будет делать, ты же вспомни, как 4 года назад, ну это же позорище было, когда в Кремле банкет организовали по поводу там результата выбора Трампа и здравицы произносили, ну Саша, ну это же позорище. Я не говорю о великой державе, я говорю просто о государстве, которое де юре считается независимым. Ну это же, у меня слов просто нет. Ну ты знаешь, ни одного субъекта в этом мире нет независимого, по большому счету. Да, можно зависеть от другого государства, можно зависеть экономически, можно зависеть политически, но на самом деле, вот ты знаешь, вот знаешь как это звучит? Вот ты хорошо, четкое сравнение привел именно с Барином, вот именно с Барином, когда мы есть не что иное, как какой-то холоп, тот самый холоп, который раскрывший рот, засматривается то на Западную Европу, да, мы же себя равняем по Западной Европе, да, то на Америку. А потом, когда начинаем анализировать ситуацию, да, приходим к выводу, что, а смотри, у нас ведь ни одного самостоятельно построенного самолета нету, я тебе как военный человек говорю, нету. Ясно. Срисовано, срисовано. Назови мне или пусть наши зрители назовут хотя бы один самостоятельно построенный, изобретенный автомобиль массового производства. Где он? Ни одного. Ни одного. Хотя бы один проект какого-нибудь завода, какого-нибудь здания. Ну вот, где-то мы играем сейчас в догонялки, пытаемся догонять кого-то, или, как говорил Никита Сергеевич Фрущев, догнать и перегнать. Кого догнать и перегнать? Дело в том, что при нынешних условиях и темпах экономического развития нашей страны, мы с каждым годом, с каждым днем, мы с каждым днем все больше и больше отстаем от той самой Америки. А вот это вот ядросовская партия, вернее, ядросовское большинство в Государственной Думе каждый день принимает и принимает все новые и новые законы, которые увеличивают наше отставание. Вот и все. Правильно. Я вот даже больше того тебе скажу, вот возвращаясь к теме. Вот я нахожусь сейчас в Израиле. Израиль называют самым верным союзником Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Ну да, конечно, обсуждают проблемы выборов в США. Но обсуждают как? Это не основная новость, этому не посвящается 90% эфирного времени. Тем более, если бы это приходилось на государственный праздник. Ну да, так получилось, что в Израиле нет в ноябре государственных праздников. Это действительно так. Но там нет такого. Я допускаю мысль, мне так кажется, прости, что перебиваю, допускаю мысль, что бывшие советские коммунисты 7 ноября все-таки будут отмечать. Нет, отмечать советские коммунисты, безусловно, будут 7 ноября и будут возлагать цветы к мавзолею, к памятнику Сталина. И даже в Израиле старички, бывшие коммунисты, хотя в Израиле нет памятников Сталину и я лично не видел памятника Ленину. Хотя, по слухам, некоторые бюстики Ленина еще вывозили. И может быть даже такие раритеты есть. Но это не массовое явление. Я как раз об этом и вел речь, что все-таки на фоне массовой миграции еврейского населения, особенно там в 70-е, 80-е годы, какая-то часть коммунистов все-таки выехала туда, правильно? И они сейчас будут именно своими праздниками заниматься, вот этими вот самыми. И да, и при этом даже будут тебя агитировать за то, что при социализме, от которого они убежали, им жилось гораздо лучше, чем сегодня в израильском капитализме. Ну, это ясно. Но дело в том, подводя итог нашему разговору, вернемся на российскую почву. Ну, это получается, что Российская Федерация должна именоваться штатом США, поскольку главная новость это, как говорится, выборы. Сильно большой штат получается, который в два раза больше, чем сама Америка. Самое забавное, в конце 80-х или в начале 90-х, а, да, в начале 90-х годов, правильно, были такие два писателя-юмориста в России, Ас и Бегемотов, это, конечно же, их псевдонимы. Это они написали знаменитую свою юмористку «Штирлиц» или «Как размножаются ежики». То есть, они, по сути дела, обстебали 17 мгновений весны. Так вот, у них есть тоже такая, была такая юмористка, когда Ельцин с Гайдаром затеяли, разумеется, при помощи Штирлица, операцию по вхождению в состав Соединенных Штатов. То есть, Россия должна была стать 52-м штатом. Тогда мы над этим весело смеялись. А сейчас, ты понимаешь, уже вот оно. Сейчас Кремль это реализует? По-моему, так. Нет, ну, нет, реализует, но самое интересное, что на фоне того, что мы там продолжаем выпускать какие-то там ракеты, какие-то перекрывать Енисеи там, а также танцевать балет. Ну, помнишь, как пел Владимир Семенович Высоцкий? Ну, на самом деле, вот сейчас ничего другого не остается. И даже просто, понимаешь, нашим зрителям почему-то нам с тобой не нужно ничего доказывать или опровергать. Вот нам не нужно ни доказывать, ни опровергать. Потому что наши с тобой зрители сейчас втыкают эту самую вилку в розетку у телевизора, да? Нажимают на кнопку, от которой этот телевизор заговорит или будет показывать. И видят сами ясно и четко видят, что любой новостной выпуск, любая общественно-политическая и прочая другая программа начинается именно с американских выборов. При этом, смотри, что интересного. У нас фактически независимых, негосударственных каналов нету, так? Ну, нет. Ну, один, два-то. Один, там, два. Я сейчас не буду их рекламировать. Там, ну, пару-тронку каналов у нас вот на обычном 20-канальном наборе, да? Вот, который у нас в кабельном телевидении предусмотрен. Там, ну, один, два частных негосударственных канала. Так получается, что остальные 18, остальные 18 работают то, по указке, по постановлению, по решению государственной власти. Да, и еще мне нравится, как себя ведут на этих государственных телеканалах, как себя ведут, сейчас уважаемые наши зрители будут смеяться, как себя ведут штатные вот эти пропагандисты, типа различного рода Скобеевых, Норкиных, там, и так далее, и так далее, да? Они потешаются, глумятся над Соединенными Штатами Америки на тему, почему у них за три дня до выборов еще неизвестно, кто будет президентом. Так сейчас выборы идут, до сих пор неизвестно, кто будет президентом. Вот о чем и речь. Они не могут это понять, они называют это бардаком. То есть наша система, это не бардак, наша система обмана, подтасовки, фальсификации, это вот так, это отлично, нам это все нравится, потому что мы не за то, что за три дня, мы за год, за полтора, за два года знаем, кто будет следующим президентом Российской Федерации. А мы за 16 лет знаем, кто будет президентом Российской Федерации. Да, 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 да. А они же показывают пальцем, крутят у виска и говорят, алло, вы же американцы, вы идиоты, выборы уже прошли третьего числа, а вы до сих пор еще не знаете, кто будет президентом. А у нас все знают, за 16 лет до начала выборов. Но вот в заключение я хочу отметить, Саш, вот в том, что ты сказал, есть особая мерзость вот в этом лизоблюдстве, как холопы обсуждают барина, как лакеи обсуждают барина. А что у барина пузик, а тут у барина ширинка не застегнута, а сами-то. Чем кумушек считать трудится, не лучше на себя к ума обратиться, ей Мишка отвечал, но Мишенькин совет лишь попусту пропал. Читайте Ивана Андреевича Крылова, 200 лет назад он обо всем об этом написал. Но я ж как всегда напоминаю, друзья, выводы делать только вам. Подписывайтесь на канал Нью-Рашворд. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok